Это так называемый стабилизационный центр при госпитале в портовом городе Кисмая в Сомали. Его работу поддерживает Красный Крест. Это одно из немногих мест в южной и центральной части страны, где получают лечение дети, страдающие от недоедания. В последние месяцы сюда приносят всё больше малышей. «Я из сельской местности, пришла сюда из-за засухи. Ребёнок болеет, я его бабушка, не мать. Он первый ребёнок моей дочери. Она умерла после родов». В феврале детский фонд ООН ЮНИСЕФ объявил, что в Сомали в этом году в результате засухи тяжёлая острая недостаточность питания угрожает 270 тысячам детей. На днях премьер-министр страны сообщил, что в южных регионах за два дня из-за последствий засухи скончались 110 человек. Здесь, в стабилизационном центре, дети получают молочную смесь 6-8 раз в день. Страдающим пневмонией или анемией вводят питание через специальную носовую трубку в отделениях интенсивной терапии. «Последние полгода действительно плохо. Это похоже на засуху 2011 года, когда беженцы устремились в Дадаэп в Кении. Потом 50 тысяч человек умерло от недоедания. Поэтому люди боятся, за последние 4 месяца число пациентов значительно увеличилось». Голод 2011 года унёс жизни 260 тысяч сомалийцев. Помимо засухи, его спровоцировал военный конфликт между властями и исламистами Аш-Шабаб. Сейчас ситуация похожая. Обильных дождей не было в 2016-м и в этом году тоже не ожидается. По данным ООН, за январь почти каждому второму сомалийцу не хватало еды. «Люди теряют скот и урожай. Бедные семьи во многом полагаются на случайные подработки, но и тут заработная плата снижается». «Работаем на ферме, но очень сухо. Земля очень сухая. Что тут вырастешь? Ничего не растёт. Сухая почва безродна. Родители едят остатки. Если нам нечего есть, мы потерпим. Мы взрослые. Мы выживем. Но дети не смогут выжить». Сейчас доступ для гуманитарных работников более свободный, поскольку войска Африканского Союза и Сомали вытеснили Аш-Шабаб из основных населённых пунктов и портов страны. При этом попасть на небольшие отдалённые территории по-прежнему сложно.